С возвращением на территорию смыслов. Первая смена форума посвящена IT-технологиям, поэтому отдельный шатер лагеря был посвящен проектам, который участники привезли на форум. В нём, например, можно было увидеть вот такой 3D-принтер, с помощью которого любой гражданин нашей страны сможет в домашних условиях напечатать себе Сталина или какую-нибудь другую из этих любопытных штук. Это кардмейт? Я без понятия. Это не мой проект. Я просто здесь сейчас делаю фигурки. Это модели 3D-максов или какие-то? Нет, это из... Они туда загружаются или они прямо там делаются? Мы загружаем, а делаем другой. А это вашему вниманию представлен мурзик. Очень полезная штука, которая что-то делает. Там не у кого было спросить, что именно, но штука выглядит и называется слишком интригующая, чтобы её не поделиться. Пишите свои версии, для чего она нужна, как вы думаете. В другом шатре можно было посмотреть на более взрослые проекты, привезённые из всяких Сколково и прочих Ростелекомов. Было довольно много роботов разных форм и размеров, однако признаки жизни и интеллекта подавал только один из них. Меня зовут Роботелеком. Я из Ростелекома. Спой песню. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла зимой, и летом стройная зелёная была. А дальше? Метель ей пела песенку, спи, ёлочка. Бай-бай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, сереньки, и под ёлочкой скакал порой волк, сердитый волк красцем пробегал. Чем вы здесь занимаетесь? Временами этот робот делал довольно пугающие намёки. Моя мама хакер 90 уровня. На мне есть электронная душа. На мне есть электронная душа. На мне есть электронная душа. Помогите меня, превратили в робота. Наверное, это неловко, когда у тебя есть душа, но тобой владеет Ростелеком. Кем бы ни был тот несчастный в прошлой жизни, он явно любил развлекаться толстым троллингом. Я на работе. Я тут, тут. Сколько нужно программистов, чтобы вкрутить лампочки? Работотехника ещё не та, да? Сколько будет 75 умножить на 394? Вы долго думаете. 29 550. В конце концов, робот устал от всего нашего внимания и впал в истерику. Не трогайте меня, 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 не трогайте меня. Выглядите на 18. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы устали от битвы с роботроллем и хотите отдохнуть, вы могли бы выйти на набережную и абсолютно бесплатно взять в прокат настоящий Сегуэй. Сегодня особый день. Потому что у меня есть Сегуэй. Поздорово, брат, как дела? Нормально. Для многих эта поездка на Сегуэй стала первой в жизни. А те, кто уже имел какой-то опыт использования такой техники, могли попросить Сегуэй со снятым ограничителем скорости. Самое веселое развлечение из вообще всех, что были представлены на форуме. Сегуэй. Мы здесь, с нашими друзьями, пытаясь эти интересные вещи, и я могу видеть, что Раджавир работает хорошо! Продолжение следует... Их показательные выступления начали с демонстрации, как правильно не докинуть спасательный круг утопающему. Затем они показали, как правильно не докинуть вот эти спасательные шары. Ну а после демонстрации того, как правильно вернуть к жизни утонувший манекен, началась основная часть представления. Для начала прилетел вертолет, что, впрочем, не особо удивляло, учитывая то, что вертолеты над лагерем летали регулярно. А затем спасатель на водном байке начал изображать, что он убегает от полиции, а парень в лодке изображал, что он за ним гонится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце концов, им надоело гоняться, и парень на аквабайке сделал вид, что сдался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА